Это программа «Вера. События. Люди» в студии Андрея Рослы. Здравствуйте! Главное в этом выпуске. Правовая политика государства и ее стратегические приоритеты в сфере профилактики семейного насилия. Всероссийская конференция, посвященная важной теме, прошла в Донской столице. Забота о ветеранах не только в канун 9 мая. Акция волонтеров Победы проходит в Донском регионе. Богатый и могучий. О том, кого и чем вдохновляет русский язык, узнаете в этом выпуске. Каждый из нас пришел в этот мир благодаря маме и папе. Добрым или строгим, по-своему любящим, где-то наказывающим. Но вот всякое ли наказание можно назвать насилием. И всякая ли ссора повод вмешиваться в семью. Всероссийская конференция, посвященная правовой политике государства и ее стратегическим приоритетам в сфере профилактики семейного насилия, прошла в Донской столице. Подробности в нашем сюжете. Укрепление семейных ценностей... Не только обычных людей, для которых уже привычным стало отбиваться от все новых и новых, кавычках, угроз, но и ученых. Всероссийская конференция, посвященная правовой политике государства и ее стратегическим приоритетам в сфере профилактики семейного насилия, дала возможность увидеть это и посмотреть на проблему, так сказать, с юридической стороны. Идея пришла в связи с обсуждением законопроекта профилактики семейно-бытового насилия. Эта идея связана с тем, что необходимо общественное мнение изучить, особенно мнение ученой общественности по поводу данного законопроекта, так как он вторгается в весьма чувствительную болезненную сферу семейных отношений, которые так сегодня претерпевают очень серьезные трансформации, вызванные изменением ценностей в обществе, изменением правового сознания. К сожалению, мы видим, что социальные пороки, социальные болезни бьют, в первую очередь, по семье. В мероприятии приняли участие как ученые, так и представители служб образования и молодежной политики, психологи, практикующие юристы, духовенство Русской Православной Церкви и СМИ Ростовской области. Действительно, в наших глазах совершается очередная попытка изменения общественного сознания, которая должна, видимо, завершиться по замыслу инициаторов, идущим уже не одно десятилетие в России, управляемым внешними силами, процессом по отрыву страны от традиционных пустоевых в сторону дальнейшей лидерализации и вестернизации. Нас часто упрекают в том, что мы ищем какой-то уникальный путь России, какую-то ее особенность, что не хотим демократии, как на Западе. Да, Россия уникальна своей культурой, историей и чужой опыт действительно не всегда нам подходит. Но есть главное – неготовность самого общества, больше его части, тех, ради кого и пишутся и принимаются эти самые законы. Да и есть ли в таком законе необходимость, если разобраться объективно? Вы знаете, что касается зарубежного опыта, то, к счастью, мы можем с ним познакомиться. И потому что там совершенно такие же законы уже действуют, и действуют в некоторых странах около 10 лет. И за это время уже можно пронаблюдать результаты. И потому что наши соратники, вот, скажем, ребята, которые в такой замечательной организации РВС, родительское и всероссийское сопротивление, вот, некоторые эти ребята учатся или работают за границей. Кто-то в Германии, кто-то в Испании. И они нам поставили очень важные материалы по этому вопросу. Оказалось, что в тех странах, в которых этот закон уже действует, о профилактике семейно-бытового насилия, во-первых, истинного насилия не того, который по трактовке этого жуткого законопроекта будет считаться насилием, а истинного насилия становится только больше и в Германии, и в Испании. Но главное, что этот закон добивается того, ради чего он и внедрялся. Это закон, который способствует опустошению земли. Вот что касается Запада, можно его поблагодарить только за одно, что у нас есть возможность посчитать цыплят по осени. И цыплят мужского рода сильно не досчитаться. Я думаю, предпринимать ничего не нужно. Нужно оставить все как есть, потому что сестры Хачатурян, Крачева и все остальные, вот эти малочисленные, скажем так, но раздутые в СМИ истории, они именно на то, чтобы именно правоприменительную эту практику, да, получается, не улучшить, а что-то новое создать, да, опробировать. Какой результат будет, ну, это уже известно по западным странам, да, где там просто зашкаливает процент феминизма, ЛГБТ-сообщества. И они именно являются лоббистами и в нашей стране через Оксану Пушкину, уже Алену Попову, да, если Оксана Пушкина сказала, что это будет война миров. Тут кто кого? Цитирую. Да, то есть получается традиционное общество против феминизма и ЛГБТ-сообщества, да, которых, ну, практически сейчас их просто какое-то минимальное, да, соотношение к нашим нормальным традиционным людям. Но, тем не менее, получается, что это заказ, вот, о том, чтобы, да, мы ратифицировали Стамбульскую конвенцию, где прописано и секс-просвет в школе, детям с первого класса, даже с детского сада, и много чего другого антисемейного. Ученые, психологи, юристы, богословы едины в мнении, от государства нужна поддержка семьи. Однако новые нормативные акты в сфере профилактики семейно-бытового насилия не требуются. Достаточно доработать и эффективно реализовать уже имеющиеся. Да, и говорить о проявлении массового насилия в семьях нет никаких оснований. Вводимые законопроектом понятия психологического, экономического насилия, а также расширенное понятие физического насилия дают повод для вмешательства практически в каждую семью, а это представляет собой угрозу национальной и демографической безопасности страны. Это очередное навязывание на какой-то антижизни, я бы так это назвала. Очень многое, с чем мы сегодня сталкиваемся, это на самом деле уже не хаос, а создание антикосмоса, антипорядка, антижизни. Результатом конференции стала резолюция, в которой участники отразили свою позицию и призвали отказаться от дальнейшей разработки данного законопроекта. Не включать в рабочие группы по созданию семейных законов лиц, не имеющих семьи и опыта семейной жизни не менее 10 лет. Исключить иностранное участие и направить силы на воспитание молодежи в традициях духовности, культуры и нравственности. Это мама, воспитывающая детей одна. Что для нее стало важным в обсуждении темы законопроекта? Какие реальные инструменты этот закон дает для того, чтобы я могла воспользоваться какими-то своими правами? То есть чем мне сейчас плохо? Почему я не могу сейчас пойти, допустим, написать заявление на того же мужа, на своего, и его точно так же посадить, если он применил какие-то там действия в отношении меня или в отношении детей? То есть совершенно там неадекватные какие-то. То есть если до этого уже дошло. А если до этого не дошло, то мы сами разберемся. Да мало ли кто там ругается. Люди сами разберутся между собой. Есть какой-то вот кусочек, наверное, личной жизни человека, в который нельзя вторгаться, где он просто сам действует согласно своему воспитанию, согласно своим нравственным устоям, согласно своему стержню, в котором его воспитали. Вы воспитаете человека? Ну, если не духовность, то хотя бы какую-то высокую нравственность нужно человеке воспитывать для того, чтобы он сам не мог сделать какой-то отрицательный шаг. И все. Невозможно человека все время в рамки, в рамки, в рамки загонять. Он будет только отторжение, будет только сопротивление постоянное. И все. И ничего больше этого не вызовет. Родители выступают не против того, чтобы были защищены их дети, а против вмешательства в семью. Это совершенно не значит, что все высказывающиеся за отказ от разработки законопроекта применяют насилие. Да, и если говорить правдиво, именно православные, которых так в последнее время критикуют за их непрогрессивную позицию, прекрасно понимают, что такое гнев, раздражительность, осуждение, что такое наказание и в чем его отличие от несдержанного взрослого. А это пример полной семьи. Мама, папа, семеро детей. Разные жизненные обстоятельства. Быть матерью, почувствовать это, испытать это чувство, это такое просто, это такая радость, такое счастье, необъяснимо. И вот я думаю, что нашим женщинам нужно радоваться, что у них есть кусочек вот этого счастья. Раньше, вот сколько почитаешь, да, историю, там, и кнутом, и пряником, да, как говорится, да, но вырастали-то хорошие люди. И никто не лезли. Раньше, пока ребенок поперек в кровати помещается, его обпарули просто. И никто не лез в эту семью. И никто не жаловался. И вырастали нормальные, здоровые, достойные люди. И чтили своих родителей. Ну, а сейчас, что в школах происходит, да, ребенок, там, может, и на учительницу прикрыть, ну, и урок идет, он там, и по партам прыгает, и все. И учительница говорит, да, ремня в тебе усыпать. И ничего не может сделать. Уже все, да, нельзя. И нельзя какое-то там замечание сделать, потому что он скажет, вы не имеете права. А как тогда, что наша молодежь растет? Это какое будущее нас тогда вообще впереди ждет, если ничего нельзя? Как это? А как же воспитывать ребенка? Чем тогда его воспитывать? В том состоит крепость жизни всех нас, чтобы жена была единодушна с мужем. Этим поддерживается все в мире. Святитель Иван Златоуст. Забота о тех, кто готов был отдать свою жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками не только в канун 9 мая. Это принцип волонтеров Победы, добровольцев из Всероссийской организации. В Ростове действует региональное отделение, куда входит более полутора тысяч молодых, активных и отзывчивых людей. 8 марта они уделяли внимание, дарили подарки не только своим близким, но и женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны. Подробности у моей коллеги. Анны Глебовой. Аккуратно сложенные треугольники писем, совсем как тогда, в годы войны, их ждали с большим трепетом и волнением. Теперь их пишут под мирным небом. Акция «Письмо Победы» стартовала в самом начале года и завершается 8 марта. Написать добрые слова ветеранам, посвятить им свои стихи мог каждый желающий. Далее письмо отправлялось по почте в Ростовское региональное отделение волонтеров Победы. Здесь шла проверка, редактирование, упаковка. Сейчас уже все готово к тому, чтобы последние письма дошли к своим адресатам. В канун 8 марта это «Женщины-ветераны». Письма писали в основном школьники разного возраста, потому что им была эта тема очень актуальна, им она очень понравилась. Они хотели сказать спасибо лично, но у них не у всех была возможность сходить именно к ветеранам вживую, потому что многие ветераны уже не очень хорошо себя чувствуют, они все принимают. Поэтому наши школьники, студенты тоже активно взялись за эту работу. И было написано более 700 писем, это только в Ростовской области. Ростов, Шахты, Гуково, Новочеркасск, Батайск, Волгодонск, Азов. Акция «Письмо Победы» разошлась буквально по всей Ростовской области. В Донской столице за доставку писем взялись 63 волонтера. Здравствуйте, Раиса Павловна. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Закрой дверь. Сейчас там еще будет у нас. Сегодня в квартире Раисы Павловны много гостей. Это и волонтеры «Победы», и представители власти. Роман – один из волонтеров. Именно он созванивался со своей подопечной, узнавал о состоянии ее здоровья. Все пришли с цветами и угощениями. Раиса Павловна по-свойски просит набрать воды в вазу, поухаживать за ней и готова рассказывать. В 10 класс идем с выпускного вечера, и мы не знаем даже, что война идет. И война началась. Ребята играют в оркестр, а мы идем танцуем. А уже война идет. Но я была секретарь комсомольской организации, и вызвали меня сразу в райковный. Но тут сказал секретарь, «Девочки, вы тут остаетесь помогать Родине? Или идете на фронт?» Мы трое согласились на фронт. Личная история простой девушки, которой вместо института пришлось идти на фронт, выносить с поля боя раненых, поражает. Гости слушают с интересом. Однако есть в этой комнате действующее лицо, оставшееся за кадром. Школьник, написавший стихотворение для настоящей героини. Спасибо за мирное небо над головой. Вы всегда были, есть и будете нашими героями. Салют взрывает тишину. Палитрой красок в небе синим. Давно произошедшую войну не забывает вся Россия. Сегодня Роман прочел только одно поздравление. Но на столе остались еще несколько конвертов. Их очередь наступит в другой день. Письма Победы – это только повод для того, чтобы завязать крепкие узы между двумя поколениями. После первой встречи Роман будет держать руку на пульсе. Еженедельно созваниваться с Раисой Павловной, узнавать о ее здоровье, проблемах, приходить в гости и просто по-человечески общаться. Добровольчество – это род деятельности, который идет от души человека, от сердца. И я это делаю в свое свободное время от учебы и от работы, только потому что я уважаю подвиг этих людей. Я помню то, что они сделали ради того, чтобы я мог ходить сейчас здесь по улице, и чтобы у меня было синее небо над головой, и просто флаг Российской Федерации развивался. И просто я это хочу делать. Мне это нравится – общаться с ветераном Великой Отечественной войны. И таких, как Роман, только в Ростовской области – более полутора тысяч. Пока волонтер продолжает общение с ветераном, руководитель регионального отделения уже строит планы по решению проблем. Потому что она озвучила проблемы, которые есть, да, даже вот она не выходит сегодня на улицу, по одной только причине, ну, вернее, по двум причинам. Первое – это здоровье, а второе – это нету лавочки, где присесть. А ей 98 лет, поэтому мы сейчас будем отрабатывать вопрос по поводу лавочки, ну и помогать ей просто приезжать, общаться. Поток желающих написать письмо Победы не прекращается. Поэтому акция продлена. Направить свое поздравление можно по электронному адресу rostovsobakov.com Анна Глебова, Дмитрий Никулин о вере, событиях, людях. И в продолжение темы. 18 марта стартует еще одна акция волонтеров Победы – Сад памяти. По всей России и странах СНГ неравнодушные к своей истории люди высадят 27 миллионов деревьев в память от 27 миллионов погибших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Первые саженцы Садов памяти появятся в Крыму. В Ростов-на-Дону акция придет 4 апреля. Стартовой точкой станет площадка перед стадионом Ростов-Арена. На первом этапе волонтеры Победы высадят 92 дерева. Присоединиться к акции может любой желающий. Все вопросы и предложения можно направить по почте rostovsobakovsezapobedo.com А сейчас я передаю слово нашим коллегам из Шахтинской епархии. Шахтинскую епархию с лекциями посетил православный богослов, исследователь современного религиозного сектанства и общественный деятель Александр Леонидович Дворкин. Значение трудно переоценить. Александр Леонидович лично посетил нашу епархию и согласился встретиться с Духовенском всей нашей епархии для того, чтобы обговорить актуальные проблемы о противодействии различных сектарских учений. Для священников, особенно провинциальных, это очень важно. Потому что масса вопросов, масса проблем может утекать в поседневной такой священнической приходской жизни. А сегодня Александр Леонидович эти вопросы подымет, обговорит и поможет нам всем, всем Духовенству, Духовенству и прихожанам, как противодействует различным учениям, которые повлияют не только на жизнь христианина, но и на жизнь государства и каждого из них в целом. За время своего визита православный богослов посетил храмы епархии, провел ряд встреч с общественностью в городах Шахты, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Донецкий, Красный Сулин. Одна из главных лекций с Духовенством прошла в районном Дворце культуры Октябрьского района. Профессор поделился необходимыми знаниями о пагубных учениях. В век интернета очень сложно скрыть какую-то информацию о себе. То есть, поэтому есть секты, которые достаточно известны, у них такая есть агентация. Дальше, если поставляют жалобы пострадавшие от какой-то организации, которые мы не знаем, то мы просто проводим-проводим расследование, смотрим, что там происходит, что они обещают, какое внутреннее ее устройство и так далее. И это определенные признаки, по которым достаточно неплохо определить. Александр Леонидович пояснил, почему же, несмотря на то, что о деструктивном воздействии сект знают почти все, многие в них попадают. Любой человек может попасть в секту. Главное, чтобы составляли два условия. Первое, чтобы сектантство приманка соответствует интересам самого человека. Второе, чтобы человек был в нужном состоянии, в умышаемом состоянии. Когда человек переживает стресс, его умышаемость повышается. Сейчас мы видим достаточно сложные внешнеполитические и внутренние положения нашей страны. Соответственно, большое количество людей переживает стресс, и, соответственно, они делаются достаточно легкой, добычей для сектанцев-проводщиков. Секта никто не вступает, секта никто не приходит, секта не вводит через обман, через сокрытие информации, через недобрословие свои планы. Если бы, а, секты говорили бы правду, а субъект не было бы намного меньше преследований. Тогда с ним все не вводят. Потому что ни такой человек не согласился бы, по сути доброй воли, а туда сам идти. То есть есть обман, есть манипуляция, есть эксплуатация. Александр Леонидович начал общение с краткой аналитикой о ныне развивающихся и наиболее опасных сектах. Рассказал о пятидесятниках и не о пятидесятниках. Отдельно коснулся темы невоязычества. Профессор отметил необходимость иметь основной багаж знаний по данной проблематике, чтобы в нужном случае оправдать свою веру твердыми аргументами. После основного выступления профессора со стороны слушателей были заданы многочисленные вопросы, относящиеся к внутрицерковной миссии, литературе по теме, работе с обращенными в православие бывшими сектантами и другие. Общественная лекция прошла также и в шахтинском филиале Донского государственного технического университета. Здесь исследователь современного религиозного сектанства встретился со студентами, преподавателями, жителями города Шахты и пояснил, что задача сектантского вербовщика – вовлечь человека в свое общество до того, как тот больше узнает о его организации. Поэтому Александр Леонидович советует взвешенного принимать решения относительно каких-либо организаций. Студентам были интересны вопросы, как отличить секты от других организаций, чего больше всего опасаться в их деятельности и чем по своей сути является секта. Данил Зырянов, Дмитрий Богаченко о вере событиях в людях в шахтинской епархии. В Ростове-на-Дону состоялся молодежный физкультурно-спортивный чемпионат «Донской ледовый прорыв-2020». С впечатлениями о мероприятии с нами поделились его организаторы и участники. Мероприятие, на котором мы сейчас находимся, это значит такое название «Донской ледовый прорыв» проходит в нору-турору. Я хотел бы поблагодарить организаторов, отца Евгения, всех, кто занимается организацией этого мероприятия. Мне очень понравилось. Я считаю, что такие мероприятия должны проходить по всей России. Очень радостно, что в социальном отделе Ростовской епархии занимается организацией таких мероприятий. И нам, всегда нам, нашей молодежи, которая является добровольцами здесь, очень радостно и участвовать в каждом мероприятии. Ну и самый главный девиз – здоровый образ жизни и профилактика негативным явлениям, с которыми сегодня сталкивается наша молодежь. Очень хороший шанс молодым ребятам, трудным подросткам побороться за победу, потому что соревновательный процесс всегда делал молодых ребят сильнее. Хотел бы выразить огромные слова благодарности группе компании «Агроком», которые нам любезно предоставили эту ледовую арену на безвозмездной основе. Не взыскали никаких с нас средств, даже больше, оказали нам еще большую помощь, нежели чем ожидалось. Хотел бы особенно поблагодарить российского рабоисполнителя Рому Жигана, потому что он нашел возможность, время и приехал не просто там исполнить эту песню, и чтобы пришли его послушать, а он действительно поддержал наш такой девиз «За здоровый образ жизни». Нет зависимости профилактическим мероприятиям, да. И поэтому он здесь и исполняет как и песни, так и мотивирует, общается с молодежью, да. Тотальный диктант переносится на осень. К 25 марта станет известна точная дата его проведения, но уже сегодня мы решили поговорить о том, как убедить носителей русского языка, то есть нас с вами, в том, что изучать его увлекательно и полезно. «Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и по-настоящему волшебный русский язык», так писал Константин Паустовский. А чего же нашими современниками он так обедняется? Проведение ежегодных тотальных диктантов, попытки заинтересовать изучением родного языка, даже в таком виде, как интернет-тестирование, но по-настоящему удивляет то, как к русскому языку относятся современные иностранцы. «Сразу меня зовут Гамлет. Я живу здесь, в Коста-Рика, и я очень приятно. Там здесь много русских туристов. Я предпочитаю сказать это по-русски, потому что мне очень нравится. Я предпочитаю тоже культуру русского языка, потому что русский народ – это душа. Да, большая душа». Далекая Коста-Рика. За окнами совершенно неродной пейзаж. А в словах нашего героя столько тепла. Не может не впечатлить то, как он представился нам. «Гамлет» – это мое имя. Берлиус. Берлиус, как мастер и Маргарита. Это интересная ферма. Мастер и Маргарита – это моя фамилия. А вы читали Булгакова? Да, да. Мне очень нравится читать книги, читать новости из России. И я люблю эпизоды на русском языке. Это очень важно. Первый раз проект «Easy Russian» на YouTube. Это очень важное дело. И что я – найти преподавателя из Вольгограда, город Алахуэля. Это было мое первое место. Самое главное – здесь я работаю, в гостинице. Поэтому я меня очень люблю. Моя первый раз в русской культуре – это, я не знаю, как, эмоции, но я чувствую очень комфортно. Возможно, однажды мечта Гамлета сбудется, и он сможет стать студентом одного из крупнейших вузов нашей страны. Ведь только с начала 2020 года число обучающихся у нас иностранцев превысило 180 тысяч. Я работаю в Южном федеральном университете, в Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации на кафедре русского языка для иностранных учащихся. Моя преподательская деятельность уже насчитывает около 8 лет. С каждым годом у иностранных студентов все больше и больше. И вот сейчас, наверное, уже на первом курсе, я не могу сказать точно, но порядка, наверное, 300-400 человек есть. А если в общем, ну, наверное, еще больше. Они обучаются на первом курсе, на втором, на третьем, на четвертом они изучают русский язык все это время. И еще есть магистратура и аспирантура. Ну, есть такой принцип у преподавателей, я его придерживаюсь. Если это студенты, которые приезжают сюда без знания русского языка, ты обучаешь их, и мы обучаем их только без языка посредника. То есть они сразу же заходят, и мы с ними беседуем только на русском языке. Может быть, там какие-то моменты сложной грамматики. Можно переходить на язык посредник, но сразу же они погружаются вот в русскую культуру, в русскую атмосферу и только в русский язык. Уже на протяжении, наверное, 7 лет проходит фестиваль, который называется «Посвященный дню родного языка». И на этом фестивале иностранные студенты должны представить свой родной язык. Мы стараемся еще и как-то узнать их культуру и показать здесь, в нашей стране, в России, что они нам не безразличны, что мы тоже уважаем их культуру, мы их любим, мы ценим. И вот мы готовы принять, покажите нам, как вы живете, как у вас это все происходит. Любовь к родной культуре и языку. Она может оставаться с человеком и за тысячи километров от родины. Примером этого стали наши гости – Ольга Миронова, Титу Абель Диас Булливер и их маленький сынишка, который так трогательно поет на родных языках мамы и папы. Песня «Браво!» А по-испански споешь песенку? Да. Соль-соль-сито споешь? Давай. Соль-соль-сито, колен таме ун покито, порой и пором, портодала, луна, каска-белера, синька-падита, и уна. Мы слышим столько негатива о своей стране, о людях, а вот то, какими увидел русских наш гость. Я не знал инверно, поэтому для меня это очень новое, холодно. Я живу в Богота, это город холодно, но это холодно экстраординарное. Что касается холода, говорит, что он представлял, что тут холодно. Они думают, что настолько холодно, и сами понимаете, что для нас эта зима самая теплая, считается за много лет. Очень яркое впечатление произвело нашей семье, что вот у нас семьи все едины, такие, как бы все друг за дружку держатся, друзья тоже все вот как бы вот это вот увезет с собой, вот именно чувство того, что наши семьи, они более крепкие, более дружные. У нас есть вот такой вот настоящий такой оплод, да. И тоже увидел, познакомился с друзьями, с родственниками, всеми, которыми только можно было, которые были рядышком. Даже двойный брат из Франции тоже приезжал на эти дни. И произвело впечатление, вот, допустим, наше церковь. Он говорит, что очень удивился, что в нашей церкви батюшки могут жениться, что у них есть дети, семьи. Ну, что для него это было вот очень необычно, что там католическая церковь, если это католическая церковь, сами знаете, что вот это нету возможности жениться. Это вообще большая проблема, как бы социальная получается. Вот, ну, впечатлений много. Выучил русский алфавит, научился читать, по крайней мере. Вот, ну, посмотрим, когда заговорим по-русски. Хотелось бы процитировать классика Александра Куприна. Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому изучение и сбережение русского языка является непразным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью. Марьяна Баштовая, Виктория Чесникова, Николай Болдырев, Дмитрий Никулин. О вере, событиях и людях. Исторический ректорий «Дорогами Победы» продолжает свою работу. Он посвящен 75-летию Великой Победы и собирает на площадке храма всех святых в земле российской просеявших самых интересных лекторов из разных уголков России. 22 марта с лекцией о битве за Москву, 1941 год, выступит писатель, публицист, историк Валерий Шамбаров. Начало в 18.30. Вход свободен. И на этом у меня все. С вами был Андрей Рослый. Всего хорошего и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!